Часть 2. Квартал Шейх-Джарах Через Шейх-Джарах проходит шоссе Иерусалим-Рамалла, по которому эвакуировали сангличане. Кроме того, через Шейх-Джарах осуществлялась связь с анклавом на горе Скопус. Здесь 13 апреля был вырезан конвой, направленный в больницу Адасса. Профессор Райфенберг посредничал между англичанами и Хаганой. Он обратился к майору Черчиллю, шотландскому офицеру, который спас остатки конвоя, и вообще был известен симпатиями к евреям. Он сообщил ему, что кроме всего Хагана постарается установить связь с горой Скопус. Он просил его предотвратить прямое столкновение с английской армией. Черчилль спросил, вы собираетесь мстить? Мы собираемся открыть дорогу. Открыть дорогу значит занять Шейх-Джарах. Там нет гражданских лиц. Я не вижу причин для вмешательства армии, но я не могу решать за мое начальство. Конец цитаты. Начальство решило, что весь маршрут эвакуации, кроме Хайфы, должен находиться на арабской территории, поэтому английская армия вмешалась в кавычках в Шуафате, по той же причине она вмешалась в бою за Шейх-Джарах. Английское командование сообщило Хагане, что темп эвакуации увеличивается и что, начиная с 20 апреля, каждый день будут оставлять Иерусалим два конвоя. Они должны были проходить через Шейх-Джарах. Англичане нервничали. Они требовали, чтобы Хагана не мешала им. Тем не менее, в ночь на 25 апреля 5 батальон Пальмаха атаковал Шейх-Джарах. Оперативный офицер бригады Итеэль Амихай. Приказ был ясен. Этой ночью мы должны взять Шейх-Джарах и удержать его, даже если англичане вмешаются. Теперь сразу же за работу. Мы произвели рекогностировку вдоль линии обороны в городе, чтобы собрать данные и выработать «костяк плана». Наши силы, как всегда, приняли приказ с радостью и готовностью. Они уже устали от учений и от игры на губной гармошке. Сноска. Тяжело в учении, легко в бою, говорил Суворов. Это правило существует для офицеров, а не для рядовых. Как правило, рядовые не любят учений, и потому, кавычки, быстро устают, кавычки, от них. У 5 батальона было самое большее два дня. 23-24 апреля на учения. Следует обратить внимание на риторический стиль, в кавычках, отрывка. Конец сноски. К полудню подразделения были уже вооружены и готовы. Конец цитаты. Атака была назначена на 0.30 в ночь на 25 апреля. Два взвода второй роты Агарона Шмидта Джимми вышли пешком из лагеря Шнеллер к южному концу квартала Шейх Джарах. Взвод первой роты Зивица Фриди вышел к северному концу. 4 батальон обстрелял Катамон, чтобы отвлечь внимание арабов, а Эциони и Эцель перестреливались с арабскими позициями в Шейх Джарах. Атакой с юга командовал Шмуэль Глинка. Цитата. Вторая рота в течение двух часов ждала, пока первая рота выйдет на свою позицию. Конец цитаты. В 10.30 Цафрири доложил, что он готов к атаке. Британскому офицеру в Миашеарим сообщили по телефону. Хагана откроет дорогу на гору Скопус, потому что английская армия не в состоянии обеспечить безопасность конвоев. Решение Хаганы окончательное. Хагана предлагает британцам не вмешиваться. Пулеметы установлены напротив здания английской полиции. Они откроют огонь, если англичане попытаются мешать Хагане. Конец цитаты. Немедленно после звонка, за полчаса до назначенного срока, был отдан приказ атаковать. Глинка. Рота Джимми быстро пересекла открытое пространство и заняла первый ряд домов. К полуночи весь квартал уже был в наших руках. Противник торопливо отступал. Было ясно, что вскоре начнется контратака. Поэтому все взводы получили приказ организовать круговую оборону. Вскоре противник начал интенсивный обстрел. Арабы получили помощь от английской части, расположенной в доме Антониуса, на расстоянии в несколько сот метров от квартала. Плотный пулеметный огонь продолжался почти всю ночь. 3.40 разведка донесла. Колонна арабского легиона подошла к шкемским воротам старого города. В колонне 120 машин, включая легкие танки. В квартале Миашарим был установлен пулемет Браунинг, который прикрывал атаку. Английский авиацер пришел и потребовал очистить позицию. Командир расчета. Мы связались по радио с Глинкой. Он выдал букет сочных ругательств и попросил передать их англичанину. В пальмахе обычно применялся русский мат. Как перевели его на английский? Конец сноски. Нам он приказал продолжать огонь. Офицер повысил голос, начал кричать и угрожать, и в конце концов исчез. Мы продолжали поддерживать атаку огнем. Конец цитаты. Взводца Фрири занял дом семьи на Шашиби, который господствовал над всем кварталом. В перестрелке погиб один пальмахник и четверо были ранены. На крыше дома захватили пять арабских снайперов. Всего в квартале Шейх Джарах было 150 арабских бойцов. Ими командовали три офицера – Иракец, Немец и Югослав. За день до боя отделение Рафуля украло у англичан броневик, вооруженный двухфунтовым орудием. Он занял огневую позицию в Миашарим, и Бен Дункельман прикрывал огнем атаку Шафрири. В горячке боя пальмахники обстреляли английские позиции, и солдаты ответили им огнем из личного оружия. Перед рассветом англичане и солдаты легиона обстреляли из легких орудий Шейх Джарах и квартал Паги. Трое гражданских лиц было убито, и семь человек ранены. Рабин приказал Джимми взорвать квартал и отступить. Тем самым он отказался от первоначального плана. Отчет Джимми. В 3.45 началось отступление из западной части квартала. В конце отступления были ранены минометным огнем. Мы взорвали пять домов. Прикрытие не было эффективным, несмотря на некоторые попытки корректировать огонь пулеметов и минометов. Мы взорвали меньше домов, чем предполагали. Видимо, нельзя взорвать целый квартал тем количеством взрывчатки, которые могут нести на себе носильщики. Бойцы сражались хорошо во время атаки, но не во время отступления. Конец цитаты. Конец цитаты.